Приветствую вас, здорово, ценные братья и сестры. Сегодня прекрасный день, начинает моросить дождик. Я вам хочу сказать, что Бог в самом деле вводит сегодня Церковь, тело Иисуса Христа. Он вводит в это последнее время. Мы видим, что из 28 главы, 19 стиха, где говорится, чтобы мы шли и проповедовали всем народам, учили. Вы знаете, раньше это было не так реально. Люди ехали миссионерами, они касались, касались народа. Но сегодня Бог сделал так, что мы входим в каждый дом. Бог дал нам это задание, Он проговорил мне, ты должен молиться прямо в эфир. И твоя задача войти в каждый дом, в явление духа и силы, в каждом доме. Но не просто страны, а всех стран мира. Я так благодарен Богу сегодня за это величайшее чудо. И, конечно же, я хочу поблагодарить сегодня всех партнеров, всех ходатайов. Мы молимся с Викторией за вас каждый день, чтобы явление Божье было прежде всего на вас. И вы должны знать, что в вашем семени скрыт урожай. Семя запакована этим благословением, всегда. И это не только финансы, друзья. Финансы это то, что прилагается. Но больше всего меня радует то, что в день бедствия, 40-й псалом, избавит его Господь. Говорится о тех людях, которые помышляют, о больных, о бедных. О тех, кто сегодня не рожден свыше. Кто идет в ад прямой дорогой на вечные мучения. Это план дьявола. Но мы призваны разрушить план дьявола. Мы призваны разрушить планы сатаны. И планы Бога воплотить. И ты должен знать, ты в этом плане. Ты должен знать. Когда мы говорим за молитву, ты должен знать. Дьявол хочет обесценить тебя и твою молитву. И сказать, да что твоя молитва. Да ты грешник, да ты ничего. Твоя молитва много значит. Если бы сегодня каждый понял значимость, свою значимость. Значимость своей молитвы. Все бы уже изменилось. Друзья, когда мы жертвуем, дьявол говорит, да это проповеднику нужны деньги. Да он себе просто хочет еще купить какую-то машину или какую-то вещь. Друзья, нет. Я хочу, наоборот, чтобы у вас были деньги. Потому что, когда я жертвую, я вижу, как меня Бог благословляет. Когда ты жертвуешь, я вижу, как тебя Бог благословляет. Сегодня твое время. Сегодня твой час. Твой день. И, знаете, мне так хочется вам сказать. Когда будет саммит? В июле месяце. Это 20-24. Июль. С 3 по 7. Это будет момент, в который жизнь человека будет полностью преображена. Из гусеницы получится бабочка. Чтобы вы понимали, вот что произойдет. Потому что через учение Господь, Он буквально рукой своей поднимет. Он там в эти 5 дней разобьет твердыня. Сатаны, которые в голове спрятаны. Он поднимет тебя высоко. Как Он обещал, ты будешь головой и хвостом. И будешь только на высоте. Написано только. Подчеркни это в своей Библии. 28-й главе второзакония. Подчеркни. Только на высоте. И не будешь внизу. Я благословляю вас сегодня. Пусть сегодня те невзгоды, которые атакуют вас. Знаете, как нужно говорить? Внутри себя. Женщина говорила. Коснулся, вот истлюсь. И нужно говорить. Все работает на меня. Мы с Викторией всегда говорим. Все работает на нас. Все зло, Бог оборачивает нам в добро. И мы не просто говорим. Мы это видим. Это истина. Это не какие-то выдуманные исповедания, которые, знаешь, аффирмации, которые мы просто говорим. Да нет, конечно. Это истина. Бог все обернет тебе во благо. Только ты повернись и верь. Ты должен знать это. И в твоей жизни все лучше и лучше. И ты должен сказать сейчас да и аминь. Аллилуйя. И если безнадежная ситуация, просто знайте, что мы делаем с Викторией. Мы говорим, ну что, верим вопреки. Мы верим вопреки. И каждый раз, когда мы верим вопреки, Бог свершает то, что невозможно. Из невидимого Он творит видимое. Несуществующее Он называет как существующее. И ты переживаешь явление Божьей славы. Мы свидетели Иисуса Христа, когда мы не просто знаем что-то из Библии, как информацию. А когда мы пережили Бога в своей жизни. Бога избавляющего. Бога исцеляющего. Бога, который дает нам обеспечение с избытком, с изобилием. Наша чаша переливается через край. Аллилуйя. Чаша моя преисполнена. Я говорю каждый день эти слова. Что ты говоришь словами? Мы творим. Слова сотворены. Все люди думают, что для общения. В первую очередь слова сотворены. Для того, чтобы творить словами свое будущее. Завтрашнее обстоятельство. Ситуацию. Менять буквально. Менять черное на белое. Вот для чего сотворены слова. А общение это уже второе. Для чего сотворены слова. И вы всегда должны говорить то, что позитивно. Ментальный настрой твой. Он должен быть всегда преобладающий позитивный ментальный настрой. Это основа. Как только начал негативно думать. Сразу просто разрушает. И говорит. Нет. Бог все равно явится у славы. И ты увидишь, как Господь проявится в твоей жизни. Жажди проявления Бога. Больше тебе ничего не нужно. Тебе нужен живой Бог. Жажди проявления Бога в твоей жизни. Жажди присутствия Духа Святого в твоей жизни. Жажди настоящего проявления Духа Святого. В твоих обстоятельствах, в твоей жизни, в твоем теле, в твоих отношениях дома. В служении, на работе, в бизнесе, проявления Духа Святого. Тебе не нужны человеческие достижения. Они временны. Все, что делает Бог. Ихлесиас 3.14. Прочитайте. Пребывает вовек. Амин. Я благословляю вас. Аллилуйя. Пусть Господь поможет вам во всем. Амин. 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 Аллилуйя. Амин.